Там сруб он полностью сгнил. Было принято решение строить баню заново. С таким конструктивом печи мы пока еще не сталкивались. Варвара, поленница с удлиненной топкой и навесным баком. Уходная дверь у нас с основой наклин. Всем привет, с вами Живая Русская Баня. Меня зовут Краюхин Руслан. И сегодня у нас будет обзор бани из рубленого бревна 3х5 метра. Изначально заказчики пригласили нас для реконструкции имеющейся бани. Здесь было строение из рубленого бревна 3х3 с шлаковлочным пристроем 2х3 метра. Тыльная часть бани была вплотную зашита вагонкой с улицы. Видимо заказчики так хотели облагородить. Оторвав ее мы нашли гниль. Там сруб он полностью сгнил. Было принято решение строить баню заново. Баня на 2 помещения. То есть здесь у нас предванник, а здесь парная мойка совмещенная. Крыша из зондулина. Крыша достаточно интересной формы. Это по просьбе заказчиков. Сделан большой козырек. То есть я стою, дождик абсолютно не попадает. Дальше пойдем в километр, посмотрим, что у вас в бане. И получилась у нас вот такая вот просторная комната отдыха. Она же предбанник, раздевалка будет. Она получилась у нас 2,10 на 2,5 метра. Здесь в принципе все стандартно. Перегородка сделана из профилированного бруса. Установлена печка. О печке поговорим чуть-чуть позже. Достаточно интересный продукт. Электрика. Потолок из вагонки. Полы шпунтулы. Стандартно, как всегда, у нас установлен вентилятор. Для того, чтобы холодный воздух из комнаты отдыха мы загоняли в парное помещение. А здесь через ручок выходил в теплый воздух. То есть я руку поставлю, отсюда идет теплый воздух. Входная дверь в парное помещение, в моечное, в банях. Выполнена из липы. Пойдемте вовнутрь. Так, и вот она, святая святых сердца бани. Парная. В парное у нас в принципе здесь, что из нового? Печка немножко другая. С таким конструктивом печи мы пока еще не сталкивались. В основном у нас печки идут с теплообменником, с отдельным баком в моечном помещении. Здесь же баня выполнена в формате моечное и парное помещение, совмещенное. Сейчас я даю пукты кроек, чтобы было потеплее. Полы из лиственницы. Лиственница у нас обычная, сырая, с пилорамой. Мы ее отстрогали, отшлифовали. Получилось вполне себе достойно. Здесь есть лючок. Из лючка мы запросто можем обслужить утепленную чашу. Чаша утеплена экструдированным полистиролом. При желании здесь всегда можно придраться. Липовые полки. Полок выполнен в два этажа. Сделана специальная нижняя скамеечка. Вот здесь будет стоять бак. Здесь можно спокойно сидеть, мыться, там париться. Полок заказчики попросили специально широкий. Полок сделан на 800 для того, чтобы можно было лечь. Установлена вентиляция Басту. То есть здесь у нас заглушка для проветривания, для сквозного. Здесь у нас есть шибер. Чем больше мы открываем шибер, тем больше открывается канал и воздух циркулирует, забирая воздух на уровне пола. Окошко. Окошко у нас 30 на 40. Окошко тонированное. Окно со стеклопакетом. Расположение достаточно удобное. То есть вот подоконник такой большой сделан, как можно было сюда поставить там шампуни, мочалку, еще что-то. По поводу его высоты, как бы с той стороны оно тонировано и без разницы. То есть то, что люди там ничего особо не увидят. Потолок у нас липа, а сорта, шириной получается 2,20. Керамические светильники для парной. Углы. Для того, чтобы они эстетично выглядели. Отделаны джутовым канатом. Ну и, конечно же, стоит печка. Печка у нас здесь стоит не такая, как мы обычно ставим. У нас здесь варвара, поленница с удлиненной топкой и навесным баком. Печка получается современная, заводская, но выполнена в традициях русской бани. То есть здесь сбоку навесной бак. Вода греется в навесном баке. Сделали кирпичный портал. Кирпичный портал у нас здесь выполнен П-образный. То есть пожаробезопасный угол. И также выложена вкладка вот со стороны полка для того, чтобы не обожглись. Что касается дымохода. То есть стоит полметровая монотруба, шибер, сэндвич старт. Дальше у нас пошел сэндвич. Потолочно-проходной узел. Обязательно под узлом есть базальтовый картон. В песочнице у нас с вами заложена коалиновая вата. Вот если присмотреться, вот ее здесь немножечко видно торчит. Дверца у нас на печке стеклянная. Она создает эффект камина. Вот посмотрите, как красиво горят дрова. Еще одним обязательным элементом пожаробезопасности является притопочный лист. Под притопочный лист снизу укладывается базальтовый картон. Так же как под потолочно-проходной узел. И вот таким образом притопочник перекручивается к полу. Строг изнутри у нас отшлифован. С улицы мы его шлифовать не стали. Холодно покрасить мы его не сможем. Если его отшлифовать, до весны он посереет. Его придется второй раз шлифовать. Красить сейчас нет возможности, потому что краска не впитается. Поэтому фасадную работу мы оставили на весну. Входная дверь у нас сосновая на клин. Все двери и окошки установлены на ройке, на обсадные коробки. Здесь вот сразу большой наличник, чтобы все перекрывал. Сразу поставили замок. Чтобы баню можно было закрыть, и никто посторонний в нее зайти не мог. Так как мы находимся в садовом товариществе. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!